Доброе утро! Доброе утро! Дорогие наши друзья, телезрители, мальчики, девочки, мамы, папы, все, кто нас сейчас смотрит, и у нас сейчас для вас будут отличные новости. Во-первых, к нам пришла Мария Вненкова, солистка Свердловской мускомедии, и она сегодня расскажет нам об очень интересном событии. Доброе утро! Доброе утро! Анонсировали мы сегодня всю программу, ваш визит, трехсотый спектакль «Екатерина Великая» на сцене Свердловской мускомедии, и это не повод порадоваться? Ну, на самом деле, прямо сегодня это состоится, наконец-то, мы все так ждали этого праздника нашего. К нам приедет очень много гостей, наших любимых, дорогих друзей, создателей спектакля, Сергей Дрезнин, композитор, который над Екатериной почти 11 лет работал, и Нина Чусова будет с нами, режиссер, которая, на мой взгляд, этот спектакль собрала в таком виде, в котором он есть, и вот он идет уже 14 лет, приносит 99% кассы, и несмотря на то, что на тот момент, когда он создавался, это был очень дорогой спектакль, очень дорогой, то есть по меркам театра на тот момент, 14 лет назад, 17 миллионов бюджет спектакля, это были какие-то баснословные деньги. Но вот, опять же, к тому, что Сергей Дрезнин все-таки сделал правильный выбор в пользу истории о Екатерине Великой, музыкальной истории, хроника времен, у нас называется спектакль, этот проект заинтересовал спонсоров, заинтересовал людей, и эти деньги нашлись, и мало того, что они нашлись, спектакль заработал за 14 лет 120 миллионов, то есть он и купил себя несколько раз, и это наша визитная карточка на любых гастролях, в любых путешествиях, конечно же, если только сцена позволяет разместить спектакль, мы всегда этот спектакль везем, и всегда он идет не один, не два, даже не четыре, не пять даже раз, иногда гораздо больше, и, конечно же, спектакль побывал очень много где, ну, одни из самых таких ярких впечатлений, это, конечно же, Крым в 2014 году, когда мы показывали спектакль, ну, это надо просто, просто было быть там, чтобы увидеть, как севастопольцы встречали стоя, когда начались Потемкинские деревни, и Потемкин вышел и распахнул объятия и сказал, это российский флот, черноморский флот, и люди так, ох, что как бы, вот, прямо это было настолько, ну, там, это же вообще Екатерина Великая, у них и памятник есть, и все прочее, то есть там очень встретили Екатерину, мы играли дополнительный спектакль, хотя он был не запланирован, да, и, конечно же, одно из самых ярких впечатлений для Екатерины, это для всего театра, для всех сотрудников театра, 600 практически человек выехали в Берлин на нескольких самолетах, декорации доехали, и спектакль, к сожалению, показали только один раз, но мне кажется, мы могли три-четыре раза, потому что зрители, ну, и русскоязычные, и немцы пришли, и даже был потомок Екатерины, какой-то там, кто-то там, да, и он был на спектакле, и, конечно же, это было все очень трогательно и очень знаково для нашего театра, потому что планировались гастроли в Париж, и если бы не пандемия, то я думаю, что они бы состоялись, потому что интерес очень был большой и у продюсеров европейских, потому что, конечно же, это знаковое имя, и, как это ни парадоксально, соединяющие вот те европейские традиции, вот, немецкая принцесса, которая оказалась на русском престоле и прославлена в истории как Екатерина Великая, понимаете? Ну, вот вы когда готовились к спектаклю, вы уже тогда думали, что что-то невероятное... Что это будет такой блокбастер, такая оба... Несколько миллионов, нормально, хорошо, берем. Нет, на самом деле, конечно же, первое, что у меня было, это я услышала музыку Сергея Дрезнина, и это настолько меня вдохновило, это настолько меня захватило, что я не сомневалась, что это должно быть что-то очень интересное. Никто не знал, что получится, но мы все чувствовали, что такой потенциал заложен в материале, что это, безусловно, будет, ну, никто не думал, что 14 лет, но, мне кажется, еще и не 14. Мне кажется, и в какой-то момент у нас, знаете, кстати говоря, интересный факт, составы менялись, практически все персонажи в спектакле поменяли состав, в том числе и у меня. Четыре исполнительницы поиграли принцессу Фике, а вот единственный человек, который отыграл все 299 спектаклей, и сегодня будет 300 играть, Елизавета Петровна исполняет народная артистка России Надежда Басаргина. И все потрясены этой цифрой, потому что действительно сыграть в одном составе столько спектаклей, не заболев, не подведя никого, то есть не исчезнув никуда, там, по каким-то обстоятельствам, это очень круто, прям очень круто. То есть и во всех выездных гастролях тоже... Во всех, то есть везде была одна, вот единственный человек в спектакле, который не изменил спектакль ни разу, да. Ну, конечно же, отдельное место, особое место в спектакле занимает музыка, это песня, арии. Какая ваша любимая есть? О, боже, нет, любимых, они все любимые, именно в тот момент, когда я пою. Но надо сказать, что интересный был момент для меня. Когда мы ехали в Берлин, мне интересная идея возникла у композитора. Он сказал, давай споем «Майн ли бы, либо мутер». Это первая композиция, которую исполняет принцесса, когда приезжает в Россию. Давай споем на немецком, он мне сказал. Боже, я не знаю немецкий. Серьезно? Я изучала английский. И как вы учили по русским этим мутерпукам. Мы знали, да, на самом деле тогда, в тот момент, когда мы ехали в Берлин, конечно же, я была лучше готова, потому что я построю, построчная, я занималась немцем, то есть я прям хорошо пела, и, ну, зритель, в общем, понял, о чем я пою. А были какие-то отзывы потом о том, вот именно с произношением и так далее? Я даже не знаю, у меня так сердце билось, как никогда, пожалуй. Потому что я пела, ну, фактически, что китайский, что немецкий для меня, это, в принципе, одинаковые языки. Но. Я всего лишь ребенок, это Екатерина. Я поверил. Я тоже. Что делать? И, конечно же, это произвело впечатление и на немцев в зале, и, конечно же, наши артисты, которые знали, как я к этому готовилась, буквально там за несколько, там, по-моему, две, две с половиной недели эта идея возникла, конечно же, у меня поджулки тряслись, но я справилась. Я подумала, Екатерина меня поддержит, она меня сейчас прям поддержит. Все получилось, вот. Поэтому пела на немецком тоже. Мария, ну, действительно, грандиозное событие, да, для нас будет, для нашего города, вообще для театрального искусства в целом, как мне кажется, потому что спектакль получил не одну премию «Золотая маска», признан критиками и любим зрителями, но и самое главное, что его можно увидеть в Екатеринбурге на сцене родного театра. Да, вот, к сожалению, сегодня нет уже билетов, но я приглашаю, сегодня уже нет, к сожалению, все, вот просто сейчас, я утром загнула, все, пусто. Но спектакль идет, два раза в месяц он идет, и можно приходить, мало того, эти постановщики, которые сегодня к нам приедут в честь 300-го спектакля, поставили еще один спектакль в нашем театре «Яма», очень крутой спектакль, вот кто не был, тоже нужно сходить, потому что музыка, и это классика, это куприн, это настолько тоже эффектный спектакль, настолько интересный, и просто, ну, красивый. Та же постановочная команда, тот же художник Павел Коплевич, который как раз получил маску за Екатерину Великую. Я думаю, что все, кто окажется на Екатерине или на Яме, конечно же, получат удовольствие. Да. Майны Либе, дорогие телезрители наши, приходите, пожалуйста, в Москомедию. У нас в гостях, мы напоминаем, была солистка Свердловского театра музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов, лауреат премии «Золотая маска» Мария Виненкова.